В этом учебном году в Актюбинской области школу заканчивают свыше 6,5 тысяч человек. И большинство из них, 5355 выпускников, будут участвовать в едином национальном тестировании. Тестирование – это экзамен, необходимый для поступления в ВУЗ и участия в конкурсе на государственный грант. ЕНТ будет проходить по республике с 20 июня по 1 июля. В нашей области выпускники будут сдавать тестирование 21-25 июня. Обо всем этом сегодня рассказала руководитель областного управления образования Ляза Туразбаева, которая привела приятную статистику. Количество претендентов на знак Алтенбельга в этом году в регионе ощутимо выросло. Заявлено 523 претендентов на знак Алтенбельга по сравнению с 2016 годом на 79 претендентов больше. Для сдачи тестирования выпускников во всех районах и в городе Актюбе работает 15 пунктов, 125 аудиторий, где будет вестись прямая трансляция процесса тестирования. Для поступления в ВУЗа минимальный балл в ЕНТ остался без изменения 50 баллов. Самый высокий показатель 140 баллов за счет правильных ответов по профильным предметам. Как и в прошлом году, право на пересдачу ЕНТ сохраняется. Отметим, что в эти дни с 29 мая по 9 июня выпускники также сдают государственные экзамены в стенах школы. К слову, на пресс-конференции был затронут вопрос и о дальнейшей судьбе школьниц в платках, которых не допускали на занятия из-за невыполнения установленных в республике правил. Глава областного управления образования отметила, что нарушителей оставят на второй год. В школе осталось 6 ребенка. Это по Шалковскому району 2 ребенка и по городу Актюбе 4. Все дети с 1 по 6 классы, а остальные дети перевелись на следующий класс. С 1 сентября будет со всеми родителями заключаться договор, это по республике, поэтому с 1 сентября будет сохраниться школьная форма. Отметим, что в этом году единым днем выпускных мероприятий объявлено 15 июня. Посвящены они будут 20-летию Астаны. Аселькин Жалина, Сергей Калашников, программа «Факт». С 1 сентября будет со всеми родителями.